Привет, мои хорошие! С вами Селена Свэй, и сегодня я расскажу вам о секрете своих волос. Почему же они у меня так быстро растут? А? Да, многие зрители заметили, что у меня очень быстро растут волосы, и я вам скажу, это не только зрители заметили, это замечают всегда все люди, которые имеют какой-либо контакт со мной. У меня, в принципе, всегда хорошо росли волосы. Сейчас я вам открою три способа, от мала до велика, от самого, на мой взгляд, которым я не пользуюсь, не скажу, что неэффективны, но я им не пользуюсь, и по нарастающей в конце скажу, что я считаю на самом деле самым важным для того, чтобы вы заметили, что ваши волосы начали расти. Итак, первое, это стимулировать луковицы. Мне не очень нравится стимулировать свои луковицы, потому что, как правило, стимуляция луковиц, укрепление, да, именно вот такое вот, вот непосредственное, это, как правило, либо имбирь, либо перчик, то, что начинает, знаете, как немножко жечь, печь. Я не люблю это. Я люблю не только пользу, но и чтобы было вкусно и приятно, понимаете? Я всегда в жизни нахожу те способы, которые мне нужны, и в еде точно так же, и в уходе, чтобы было и приятно, и полезно. 21 век, все это есть. Я не хочу терпеть. Я очень не люблю, когда стимулируешь ты свои луковицы, а тебе там по лицу течет, ну, может, кому-то это нравится, течет там перцовая смесь, и у тебя потом начинает все тут щипать, и лицо... Ну, не щипать прям ужас-ужас, ну, не кайф, все равно. Я не люблю вот это. У меня была одна маска, которую я могу, в принципе, порекомендовать, потому что сама по себе она очень хорошая. То есть она как маска очень хорошая, она очень хорошо увлажняла. И при этом явно ощущалось вот это жжение. А если есть жжение, значит, есть эффект, значит, понятное дело, что кровь там разгоняется. По-моему, не особо дорогая маска. Где-то в районе 1000 рублей она стоила, может быть, плюс-минус с копеечками. Она была зеленого цвета в таком большом баллоне. Я, если найду сейчас фотографию, я вам ее покажу, но, к сожалению, не скажу, где ее заказывать. Я думаю, в интернете вы сможете обязательно найти. Мне эта маска понравилась, потому что был эффект этого жжения конкретно такой. То есть я понимала, что мои луковицы сейчас там активно в процессе роста, укрепления, стимуляции. Ну, я думаю, что это полезно на самом деле. Ну, просто это не совсем мой уход. Я не люблю так. То есть мои волосы растут, я думаю, не из-за этого. Но если кто-то хочет, любит, и это дополнительное укрепление волос, то я эту маску порекомендую. Вот оно название, на имбири жжения есть, и от нее очень классные шелковистые волосы. Эта маска вот она мне запомнилась этим. Других масок я не пробовала, но на самом деле в интернете очень много всяких масок. Я думаю, там они перцовые, там и так далее. То, что делается самостоятельно, наносится, втирается, но это не для меня. Второй способ – это витамины. Всем известные витамины, и это тот способ, который я не недооцениваю. То есть витамины на самом деле очень важны. Все всегда идет изнутри, да, у нас немного гормоны поменялись, все, начинают волосы сыпаться, выпадать. И у меня точно так же после родов достаточно сильно сыпались волосы. Но это все гормональное, и насколько вот я знаю, и сколько мне и советовали, и сколько всего, это гормональный сбой. И кроме как начать пить гормоны, что не всегда на самом деле будет хорошо, лично я так думаю, я бы не стала пить гормоны. Я бы просто подождала, как я и сделала в принципе, чтобы мой гормональный фон пришел в норму. И волосы перестали уже сыпаться так, как они сыпались раньше. Ну, я не скажу на самом деле, что у меня так сильно прям сыпались волосы, но сейчас на расческе волос намного меньше, чем раньше, когда вот после родов. Если вы не рожали, да, или уже давно рожали, и все равно у вас, все равно что-то с волосами не так, значит нужно пить витамины. Витамины укрепляют все изнутри, нормализуют. Есть даже специальные витамины для волос. Я пробивала курс, и не один курс. У меня были вот такие вот мишки какие-то голубые. Прям специально витамины для волос. Они вкусненькие, их так приятно есть, они такие желатиновые. Второе потом называется, по-моему, Бани Гами, я фотки вам здесь поставлю, если их найду в интернете. Бани Гами, желтые зайчики, вообще очень вкусные. Они прям вот, вот прям вкусные. Их по две штучки нужно было есть, и я их с большим удовольствием ела. Но они дороговатые, по-моему, 1390 одна банка стоит, а их нужно две. Сейчас я пью витамины тоже, но не то, чтобы как бы у меня волосы сыпятся, или что-то там с ними не так, или они там ломаются, от ломкости волос вообще витамины не спасут особо сильно. Это другой момент. Но сейчас я нашла витаминки себе, зашла в аптеку и спрашиваю, есть ли у вас витаминки вот такие классненькие, жевательные какие-то. Вот как для деток делают, вкусненьких, только для взрослых. Долго мы искали, не могли найти, и она мне уже сказала, все, нет. Как я увидела, виднеется комплевит вот такие вот. Вот, и здесь на самом деле 14 плюс написано, то есть для взрослых и детей с 14 лет. Выглядит, стоит всего 245 рублей, случайно нашли. И они вот там разноцветные вот такие, просто как конфетки мармелад. Но это не специально для волос, это 8 витаминов, 1 минерал. Но я думаю, что это все тоже влияет и на волосы. Вообще, если вы, вам все равно, жевательные это, нежевательные, вы можете без проблем пить какие-то таблетки или капсулы огромные, не как я, таблеткофоб, то вы можете любые витамины для волос взять и попробовать. Я думаю, они никак не навредят. Витамины есть витамины. И периодически пропивать курс, как там написано, как рекомендуется. Мне кажется, что витамины очень хорошо будут. Если не для волос, так для организма в целом. Ну и последний способ, и я считаю, что он самый действенный, а это мне подтвердила еще мой мастер, парикмахер. Она сказала, что рост волос, когда я задала вопрос, вот девочки спрашивают, как укрепить волосы, как сделать так, чтобы они росли быстрее, как отрастить быстрые длинные волосы. Вот профессионал мне говорит, что рост волос идет от кончика. Волосы не растут, потому что кончики ломаются. Я сразу вспомнила одну из своих подруг. Действительно, у нее очень долго никак не могли вырасти волосы. Прямо... Очень много тратить сриц на это все, на уходы. Ну и тем самым она еще и забеременела. То есть еще гормоны повлияли на ее рост волос. Ну мы же не будем гормоны употреблять, чтобы выросли волосы. Это очень опасно. Но уход она делала, я помню, серьезный. Вот с тех времен она начала пользоваться маслом. Я помню, еще до родов. И также мне посоветовала. То есть до этого я тоже особо маслами не пользовалась. Именно масла после того, как вы помыли голову, которые не смываются. И для меня на самом деле уход волос, уход за моими кончиками очень важен. Просто они у меня не ломаются, они у меня не сыпятся. Они у меня целые, поэтому они всегда растут. Волосы-то всегда растут. Мне кажется, нет такого, чтобы они раз замерли и не растут. Нет, конечно, я думаю, это есть. Это тоже зависит от гормонов. Мы выпили гормональную таблеточку, опа, волосы выросли. И выпили гормональную таблеточку, где тестостерона много, опа, волосы не растут. Как у нас переделываются из мужчины в женщины, женщины и мужчины. Именно какие-то такие таблеточки и пьют. Это же может происходить от того, что не хватает того или иного гормона какого-то в организме. И поэтому немножко задерживается у нас рост. Но если брать какие-то не такие глубокие моменты, потому что я не рискну советовать какие-то гормональные вещи, а брать именно косметические, то я тоже считаю, что 50% рост волос зависит от того, насколько сильно и серьезно вы ухаживаете за своими кончиками. Я уже рассказывала о своем уходе много-много раз, и я могу еще повторить. Мне не важно, каким пользуюсь я шампунем. Мне важно, какой у меня будет бальзам и дальнейший уход для волос. Потому что он дальше не смывается, а реально питает волосы. Поэтому я любым шампунем всегда мою голову. Главное, чтобы он пенился и вкусный пах. А бальзам может быть абсолютно любой. Например, это может быть, всем известный, Эльсеф. Это может быть, это то, что мне нравится, это то, что я люблю из бальзамов, которые делают волосы гладкие и шелковые. Это может быть Шварцков, вот, для блондинок. Это может быть белорусский, белорусский кондиционер для гладкости волос. Это может быть дешевое густое масло для волос. Оно вообще охренительное, оно меня покорило. Я, если мне на быструю надо, я прямо им пользуюсь и кайфую, честное слово. Это фикс прайс, густое масло. Оно очень вкусно пахнет, и волосы после него офигенные. Также мне очень понравилась вот такая серия, тоже для блонд. Это шампунь и бальзам. Мне очень понравился эффект от бальзама. То есть волосы шелковистые, классные. И шампунь приятно пахнет и клево пенится. Все, как я люблю. То есть можно использовать любое, да. Ну и одно из самых кайфучих, это вот лондо маска восстанавливающая. Дальше, после того, как я использовала бальзам, опять же, бальзам наносится прямо на кончики, да. То есть уже вот эти вот чешуйки, секущиеся какие-то концы, если вы покупаете особенно еще для секущихся, да, кончиков, их уже становится меньше, волос уже становится более гладкий, более такой мягкий уже, да, увлажненный. Дальше, после этого я обязательно использую спрей. Вот мой любимый спрей, я лучше еще не нашла. Это DAF. Он интенсивно восстанавливает. Он предотвращает ломкость и сечение кончиков. То есть если я выбираю спрей, то спрей у меня идет всегда с эффектом такого, чтобы хорошо расчесывались волосы и от секущихся. Благо сейчас очень много всяких средств, где можно, но не все, конечно, работает. Вот то есть этим DAF я могу попшикать, сразу взять расческу и легко расчесать. То есть до будет расческа застревать, а после она будет гладко идти. Это работает. Плюс он вкусно пахнет. Поэтому сколько я перепробовала всяких этих средств, думаю, какая-то фигня. Вот просто водой как будто пшикаешь, непонятно, эффекта ноль. И после этого спрея я еще чуть-чуть сушу волосы и уже такие полусухие волосы я наношу масло. Самое первое масло, которое я использовала, это Schwarzkopf. Я вам покажу вот здесь картину. Сначала его можно было найти везде, потом его можно было найти не везде. Потом оно еще подорожало и стоило уже 400 где-то рублей, 450. Оно на самом деле вот такое вот маленькое, немного его. Но оно очень вкусно пахнет. Оно не оставляет никаких масляных таких за собой, как сказать, последствий. И оно мне очень нравилось. Но оно достаточно было бюджетное, потому что остальные масла, как, например, вот, которые мне подарила моя Любочка, вот это масло стоит 3,5 тысячи. Второе масло, которое у меня есть, я его заказывала, блин, уже не помню где, в интернет-магазине где-то. Вот такое чай, оно стоит где-то тысячу, тысячу или полторы. Тоже очень хорошее масло, такой же эффект, прям вот, ну, то есть я могу все эти три масла в Schwarzkopf, хотя цена, да, но может здесь побольше. Здесь, конечно, может быть побольше масла. Поэтому тут уже надо выбирать и пробовать. Это обязательно на кончике, вот так растираю между рук, и прям вот, прям, 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 все должно быть в маслице, в маслице. И потом засушиваю все это до конца. То есть вы понимаете, как я оберегаю свои кончики, как я эти секущиеся концы все запечатываю. И феном я обязательно потом прохожусь вот так с расчесочкой, и феном все это еще сверху запечатываю. То есть я не сушу свои волосы без фена. Знаете, многие говорят, волосы не будут сушиться, если ты будешь там без фена, все дела. Да, может, конечно, и травмируют фен там немножко, но отчасти он может и запечатывать точно так же, горячим воздухом. Потому что я помню, что в Москве, когда я делала ламинирование волос себе цветное, мне как раз-таки наносили состав. Потом с этим составом я 40 минут там или час, я не знаю, была под обогревателем таким горячим воздухом, он как раз-таки запечатывал все. Потом оно, естественно, все высыхало, и у меня были невероятно, невероятно блестящие волосы. А я была тогда шатенко, и у меня как раз цветной был вот такой вот. Вот, я даже найду фотографию, я вам покажу. Вот блондинка я, вот так блестят мои волосы, в принципе, всегда. То есть блеск, как вы видите, до самых кончиков. Его бы не было, если бы я так не ухаживала за волосами, за своими кончиками. Я всегда это делала, всегда у меня росли волосы, никогда не было никаких проблем. И когда я узнала, что мой мастер говорит, что рост волос от кончиков, я поняла, почему у меня всегда росли волосы, потому что я всегда слежу за своими кончиками. И могу вам сказать, что, в принципе, витамины я не всегда пью. Маски для корней я вообще никогда не делаю. То есть я там попробовала эту маску однажды, потом отдала ее Кристине, потому что она любит все это, и она как бы не это. А я не могу, мне не нравится, мне щипает, мне там что-то в лицо это все щипает, мне некомфортно, неприятно. И я могу тогда сказать, что, получается, самые действенные это все-таки за концами своими следить. Во всяком случае, это надо делать, и это надо попробовать. Поэтому посмотрите на свои кончики сейчас. Если вы видите, что они сухие, если вы видите, что они сеченые у вас, срочно их увлажняйте. Не надо даже особо ходить куда-то в салон, делать дорогостоящие процедуры. Просто масло несмываемое. Поносите, понаносите, понаносите, понаносите. Еще очень круто увлажняют волосы. Это то, что я реально делаю, делала. Сейчас перестала делать, потому что немножко это времени надо. А я человек, у которого времени очень мало. Поэтому для меня вот именно такие несмываемые штуки, которые не надо ждать, я делаю. Очень классно, перед тем, как вы собираетесь мыть голову, нанести на всю, на всю. То есть это и увлажните луковицы, и можно даже массажик еще сделать, и обильно на кончике. Это масло. Масло можно использовать кокосовое, можно использовать оливковое. Какое угодно вообще масло можно использовать. Ну, кроме вот, наверное, совсем на котором жарят, его лучше не надо. Но вот оливковое, да, на нем тоже можно жарить, но оно полезное как внутрь, так и для волос. Наносите. Минимум, по-моему, 30 минут можно. Максимум можно вообще на ночь. Я даже спала с маслом на голове. И после этого вы моете как следует свои волосы. Ой, волосы, девочки, такие мягкие. Я, кстати, начала делать эту процедуру после того, как Лена, моя блондинка, она тоже ухаживает за своими волосами, она очень любит вот эти масла. И правда, они прям вот и трогаешь, они настолько напитались этим маслом. Так классно вообще. Я это тоже вам рекомендую. То есть до масла и после масла. Видите? Масло, руль. Вот. Я, в принципе, все вам показала, все открыла. Совет непосредственно от моего парикмахера. Попробуйте что-нибудь, расскажите потом ваши результаты. И, конечно же, очень много зависит от средств. Я бы, если действительно какие-то проблемы с ростом волос, они прям не растут, не растут, я бы сделала в первую очередь акцент на кончики, чтобы они были супер классные и блестели. Смотрела бы постоянно в зеркало, блестят, не блестят мои волосы, насколько они здоровые, как они выглядят, да. И параллельно я бы взяла какие-нибудь витаминки для волос. Или просто хотя бы какие-то витамины, не обязательно для волос. Вот. И потом через пару месяцев, тройку месяцев, я бы смотрела на результат. Результат, конечно же, не сразу. Нужно время всему этому. Вот. Все, мои хорошие, будьте красивыми, здоровыми. Я вас люблю и целую. Хотите быть русалками? Будьте ими. А я с вами прощаюсь до следующего видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok